Суханово – это классическая русско-дворянская усадьба. В числе создателей – лучшие архитекторы своего времени – Карл Росси, Доминика Жилярди и Василий Стасов. В 20-х годах 19 века владелец усадьбы князь Пётр Михайлович Волконский стал министром императорского двора и уделов. Вот почему Суханово строили зодчие императорской фамилии. Многие из уникальных памятников были утеряны во время революции 1917 года и Гражданской войны. Но и то, что осталось, практически сразу привлекло внимание творцов важнейшего из искусств, как тогда говорили. Киноистория этого места насчитывает без малого столетия. Усадьба – почти ровесница российского звукового синематографа. Первый известный фильм, снятый здесь, – это лента «Дубровский» 1936 года режиссера Александра Ивановского. Вот эти камни еще помнят героев романтической драмы Александра Сергеевича Пушкина. А в самом доме, как утверждают старожилы, до недавнего времени находилась чугунная лестница, по которой спускалась Маша Троекурова. Глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. По-настоящему «Звездный час» пробил для Суханова через 12 лет, когда режиссер Александр Столпер снял здесь свою картину «Повесть о настоящем человеке». Фильм 1948 года имел колоссальный успех. Многие актеры получили сталинские премии. Суханова стало больше, чем просто декорацией. В годы Великой Отечественной здесь был развернут госпиталь, в котором лечился Алексей Моресьев. Бурная киножизнь старинной усадьбы не прекращалась и во второй половине 20 века. Стали появляться кинолегенды. По одной из них, именно под этими сводами Сергей Бондарчук снимал некоторые сцены войны и мира. Ну а вот то, что известно точно. Именно здесь, на этом самом месте, в одной из сцен, стояла героиня костюмной драмы «Графиня» с Ольгой Аросевой и Людмилой Черсиной в главных ролях. В 90-е годы кино в усадьбе, как и в стране, стали снимать меньше. На первый план вышло телевидение, музыкальные клипы, рекламные ролики и, конечно, сериалы. Заслуженные сотрудники Суханова вспоминают, как здесь, в нескольких километрах от Москвы, в середине 90-х, снимали один из телехитов того времени «Петербургские тайны». И когда снимали, ну очень спокойно, тогда, по-моему, Пчёлкин режиссёр был. Ну, у него всё было до мелочи отработано. И такая была дисциплина, я такой не видела ни у кого больше. И красивые были декорации очень. Декорации «Петербургских тайн» давно разобрали и везли, но главная красивая декорация – само имение Суханова осталось. Правда, постепенно красоты становится всё меньше. Из-за недостатка финансирования и бюрократических проволочек усадьба медленно разрушается. Ежегодный фестиваль студентов архитектурных вузов – одна из попыток спасти ситуацию. Почему заброшено вот это всё? Потому что никто не знает, что здесь сделать. Например, даже вот этот дом большой, там же был музей, и непонятно, почему он закрылся. Но я считаю, что, конечно, нужно всё это возродить дальше, но сейчас и инвесторов нет. Сейчас состояние усадьбы далеко от идеального. Но и в таком виде Суханова привлекает кинематографистов и телевизионщиков. Ещё здесь любят снимать свои учебные работы студенты творческих вузов. Как знать, может быть, среди них уже появился новый Александр Столпер или Сергей Бондарчук. Суханова ждёт своего мастера. Алексей Пименов, Владимир Бижонов и я, Адамия. Видное ТВ.